Доброе утро всем! Чарль у меня работает. Видите, как бабушка сидит своим журналом. Это ее личный журнал. Как вы знаете, журналы... Я не слышала, что, знаете, такое, что запрещено журналы или еще что-то. Но это логично, что их нельзя, потому что их все мации отлапают. Но не об этом дело. Слушаю телевизор, пока она там гнездится, гнездится. Вот, гнездился. И мы же с понедельника на вторую фазу переходим, а это значит, можно ходить на пляже, можно заниматься спортом, когда хочешь. Нет уже такого временного, как это... В общем, в любое время можно заниматься спортом. Хотя 8 часов это идеальное время. Вот. Открываются на 30% музеи, кино, торговые центры, на пляж. А я вам уже сказала, да? Вот. Я вчера вечером на мэршу нашу подписана, и она написала, что на пляж можно будет идти с вторника. Потому что они готовят пляжи, ну, к людям. Что еще там? В общем, да. Сеута, например, должна была перейти в третью фазу. Сеута находится по той стороне, даже где это награничит с Марокко. Представляете? И они не будут переходить. Решили, что будут сидеть на той же фазе, на которой сидели, потому что у них зараженные... повыше... как это? В общем, увеличилось число зараженных. И вот они не будут переходить. Барселона также не перейдет. Ну, это логично. Мадрид. Все будут сидеть на фазе уйны. Ну, я так вчера посмотрела по телевизору. Барселону показывали. Все на пляже. Всем плевать. Я не знаю, как так. Как люди безответственные. Без намордников ходят. В общем, трындец. Ну, ладно. Главное, что мне можно будет на пляж ездить. Потому что мой спортивный зал онлайн прикрыл свою лавочку. Все, они больше... Они жарко, они говорят, встретимся в нашем спортзале. Когда он откроется? Хрен его знает. Да еще и летом я не люблю в спортзалы ходить. Ну, посмотрим. Что гадать? Сейчас у нас такая жизнь, что вообще не знаю, что завтра будет, что послезавтра будет. Хотя я знаю, что во вторник можно будет идти на пляж. Может и схожу, знаете, но не во вторник, а может быть в среду, может быть в четверг. Посмотрю. Еще с Гранадой к нам не приедут, потому что сейчас можно перед... На следующей неделе можно также передвигаться из провинции в провинцию. И вот, знаете, мне кажется, на первой неделе все ломанутся на пляже, как будто они никогда в жизни его не видели. Это то же самое, что и с барами. Или когда нам разрешили ходить гулять, спортом заниматься, все стали спортсменами. Потом открылись бары, все стали алкоголиками. Сейчас откроют пляжи, все станут загорать и купаться. В общем, да, у людей, когда им что-то разрешают, то сносят крышу. Как-то так. Вот. Буду дальше слушать, что там новенького скажут. Заехала за газом, вот измазалась все. Такой баллон стоит 13,40. У нас от него горячая вода. Я купила два, один на работу, один сюда. Фу, чем-то воняет, непонятно. Фу. Маруся, вообще. Маруся, раз, два, три, камень на червяло, девчина, сану ягоду рвала. Да, Чавни? Фу, вонишь. Мусор. Это у меня там. Мммм. Бумага. Вот. Машинка стирается. Тут немного тоже протерла. В общем, мне сегодня готовить не надо, поэтому я сегодня решила так немного убраться. Пропылесосила все. И так я думаю, что-то пропылесосила, а мало всяких, знаете, волос и всего такого. Думаю, что-то как-то странно. А потом гляжу, у меня вот тут, вот сюда вот пылесос за вчерашний робот, который заехал. И я гляжу, думаю, а он там, видимо, сдох. И до меня доперла. Я же вчера робот, 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 я тебя люблю, мы так хотели. В общем, я его включила, и он пропылесосил у меня так, нормальненько. вот. И чтобы мне пожрать такое вкусненько, уже все надоело. Кого хочу, не знаю, кого знаю, не хочу. Хотя, хотя, мне сегодня в три не забыть бы. За русскими продуктами поеду. Кое-что вчера заказала. Кристина там, я в группе у них, девочка, которая, русский магазин у нее. Она завтра приеду в Матриль, что-то в три часа. И я думаю, ну блин, ну ладно, закажу там семечки. Ну, в общем, увидите, что закажу. Еще хочу Лерой Мерлин зайти, как раз будет время такое три. Народа будет мало. И Валькампу за фруктами, потому что с фруктами беда. Вот. Яблоко, которое в последний путь. И вот один нектарин. Хотя, вот еще немного клубники есть. Все. А вы знаете, что это мои вкусняшки. Хотя я после обеда, сейчас, например, поем и обязательно съем мороженое. Обязательно после обеда у меня должна быть отдушина. Какая-то сладкая вкусняшка. Иначе день не удался. Не могу я без сладкого. Я, знаете, лучше 15 километров пойду пешком или там побегу, но свой кусок торта я сожру. Да, как-то так. У меня такая арифметика. Что пожрал, то и то и убрал. Ладно. Сейчас я буду кушать и не забыть бы, что мне нужно за русскими продуктами. Ой, я бы сладка не знает, куда ему приместиться. Везде ему мешаю. Да. Еду в русский магазин. Смотрите, вот там терраса прям переполнена, можно сказать. едят. Точнее, не я в русский магазин еду, а русский магазин ко мне. Она туда подъезжает, где у нас Аль Кампо, поэтому туда сейчас поедем. Заберу кое-что. Давай, что ты тормозишь? В общем, не понравилось мне ничего в этом. был горшок для орхидеи. Я хочу старую орхидею пересадить, потому что там как-то корни выпущены. Орех и начинала в землю втыкать, а один корень сломался. В общем, были горшки, но они без дырок. А как орхидеи даже с дырками быть, правильно? Вот. Тут недалеко, кстати, у нас находится этот цветочный магазин. Пойду, доеду до него, раз уж на то дело-то пошло. Ну да, подбородок у меня защищен, все хорошо, так что никакой вирус меня не одолеет. Все по моде. Единственный минус куда-то ездить в обеденное время, это потом невозможно найти парковку. А парковалась в Пуево-Букуево. В общем, да, трындец. Пять кругов сделала. Купила еще себе цветочки, друзья, да. Я больной человек. Мне что-то прям на цветы поперло. Сейчас покажу все. Моя тележечка. Трин-тринь. Чарли ее уже все обнюхал. Вот. Сейчас вам покажу, покажу. Руслану мне тут прислали. Жарка на улице, страсть. Еще и парковку искала, блин. Пятнадцать кругов отдала. А у нас такие улицы узкие вообще. Муж, кстати, как сказал, что он это, когда карантин кончится, домой не будет появляться. Так и сделала вообще. Он вчера приходит, говорит, я так устал. Я говорю, что тебе опять на карантин не помешало бы в денечек. Ой, блин, и смех и грех. Ой, хочу золото снять, золото. Семечки купила, три пятьдесят. Крылышки, ты мне крылышки приставил, сам же их и опалил. Что-то мне захотелось. Крылышки вот такие копченые. И вот все капусту нахваливают. Типа кимчи, знаете. Вот, не знаю, хороший, нехороший. Видите, кимчи. Что гадать-то? Сейчас будем пробовать. Так, руки помыты, все нормально. Вот прям ее все хвалят, хвалят там в группе-то у нас. Сейчас понюхаем сначала. Квашеная капуста. Запах квашеной капусты. Ну, конечно, кимчи это и не обычная, наверное, квашеная капуста. Квашеная капуста, она очень хорошая. Острая. Ну, вы знаете, что на квашеную капусту израсходуется больше килокалорий для ее, для пищеварения, чем она содержит в себе. То есть, жрешь капусту и худеешь. гостая. С картошечкой пойдет. Может, завтра и наварю. 4,50 кимчи стоит. Помоги мне. Воду купила. с лимоном. Так. Купила мяту. Лимонад делать буду. У меня вот тут вот я переставила этот, как он называется, укроп. Вот я сюда к нему мяту посажу. Я, что его вообще выброшу. Смотрите, он у меня цветет и не пахнет. А, пахнет. Пахнет. Ну, я его, наверное, ему кирдык. Туда мяту посажу. И будет у меня мята. Вот такой какой-то цветочек купила. Бинк. Бинк какая-то. У меня же есть пустой горшок там. И вот я туда пересажу. Опять вот этот купила. Один раз купила, а он у меня сгнил. В общем, орхидея, видите, как у нее это? Опять какой-то паук у меня все это. Видите, как корни как-то. Вот. Я купила такой горшок побольше. А я у девушки спрашиваю, где дырки? Где дырки? Она говорит, а зачем дырки? Я говорю, в смысле? А я же поливаю погружением воду. Я говорю, я поливаю вот так. Она, ну, когда поливаете, говорит, вся вода вот здесь будет собираться. Если вы увидите воду, вы ее это, вы лите. А я опять говорю, а я не сверху поливаю, я вот погружением. Она говорит, ну, можно дырки сделать, но, говорит, это нет смысла. А я дырки хочу. Но вы знаете, ни в Лерой Мерли не было с дырками, ни тут бы не было с дырками. В общем, будем без дырок как-то делать. Не знаю. Купила вот эту вот землю для орхидей. Сейчас пересажу ее. Вот. Ну, и тут все. А, и вот такую тарелочку. Эй, потом только подумала, нахрен она мне нужна. Пустая тарелочка, если тут дырок нету. А так посмотрела, говорю, красиво выглядит, а потом думаю, а нахрен. Ну, ладно, пусть будет. Ну, и тут еще арбуз, черешню. Хорошая черешня. за 4 евро полкило. Ну, она прям, знаете, вот, смотрите, вот это вот 3, что ли, а это вот 4. Уж прям вот сразу заметно, да? ой, бляха-муха свалилась. В общем, пойду сейчас эту орхидею. А, еще купила вот такой ройбуш, рейбуш. Все равно за черешню сейчас полезу. Ни хрена себе она как самолет стоит. Ройбуш вот такой купила от яблока и ваниль. Сейчас, кстати, надо попробовать. И вот такой, это холодный. В холодную воду запихиваешь, и в общем вкусный. Он, знаете, даже сладенький. И, в общем, не надо на лето зашибись. Надо сейчас попробовать ройбуш. Подождите, я полезла за черешней. Ой, где что есть? Ну, конечно. Куева-кукуева. Я ее вообще не вижу. Ты здесь? Чувствую. Слушайте, а, вот она нашла. Иди сюда, моя маленькая. Ой, у меня тут чего-то только нету. Чего-то нету. Все, я тут достала. Пойду сажать, пересаживать. Мяту посадила. Тут рядом с кухней, пускай растет. Вот. И орхидею свою я тоже пересадила. Хорошо, что здесь вот написано, что как надо делать. ну, хотя тут господи, залил, подлил, подлил. Вот. Я вот так завязала это. Сейчас прячу. Вот этот цветок посадила. Какой-то, не знаю, венка какая-то. Что за венка, не знаю. Ну, цветет симпатично, да. я вот тут место оставляю. Знаете, для чего? Потому что Чарли очень любит выходить и смотреть с балкона. Вот это вот мне не надо тут. Поэтому мы просто вот так уберем и убираем. Что нам не надо? Вот так вот. Чарли тут мой смотрит. А, какой еще? Что-то я еще не ничего не посадила больше. И сейчас выброшу. И вот тут моя. Так она совершенно по-другому выглядит. Смотрите, видите, можно сказать, даже приличный вид. Корни все хорошие. Такие, знаете, вот ногти грязные. Вроде бы воды не осталось. Я все слила, как мне сказала там работница. В общем, посмотрим, что получится. Но мне кажется, что-нибудь получится. Так что гашок такой прикольный. Мне прям он даже очень понравился, знаете, для другой моей орхидеи. Тоже шкаф как всегда открыт. Ну, ничего, проветривается, а что? В общем, для этой прям потом, когда она цветет или что там потом. А, у меня же прозрачное блюдечко есть. А где же оно есть? Я же покупала. И ходит туда-сюда за мной и скажет, что-то, блин, мать закружилась. вот, блюдечко же красивое. сейчас мы все подспорим. О! О! А то все розовое, да розовое. О! Как будто так и надо. Все. Вот так велосипед поставлю. А я так... О! Совсем другое дело. Ой, смотрите, бутончики, что там. Вот эти прям растут. Вот эти бутончики такие маленькие были. Они растут еще, наверное, зацветут. Так что ей, наверное, хорошо со мной так, что ли, поставить. Мне как-то вот эти в одну сторону смотрят, а листья в другую. Хорошие листья, чтобы не сглазить. Что-то меня на цветы поперло. Ну, а что? Ну, какая красота. Ботанический сад. Калы какие выросли, а? Они у меня в прошлом году не такие были. Смотрите, какие здоровые. Будем надеяться, что и цветы скоро вылезут. Так что все в ажуре. Сейчас подругой созвонились. Пойдем опять с ней на пляж. Да, на пляж пойдем. А ты что, протестуешь? Не протестуй. Ну, все, как-то так. Представляете, мне подарки подарили. Давай, дарить. На, снимай, буду открывать. Блин, давай вот так, а то между ног неудобно. Ну, вообще, что же тут такое? А что ты мне на обратном пути не отдала? Вот сейчас носиться с этим. Потому что, ну, я положу назад в рюкзак, не переживай. Ну, просто здесь как-то присесть, можем там все это положить, что-то красивое такое. Ой, блин. Тематика к лету. Ой, блин. Не, а мне вот эта сумочка в спортзал очень пригодится. В душ ходить. У меня, когда в душ хожу, слушай, ну, точно. Прямо именно такое искала. Чтобы не прозрачный, потому что, знаешь, что, бритку туда кладу и ноги врею. Ну, круто. Ой, тут еще что-то есть. Ой, это не крем для рук. Нет. Ой, синь колор, смотрите. Да, я запомнила, что у тебя... У меня маски, маски. У меня морду мажу, а он это, маски мажутся. И вот мы в прошлый раз говорили, она запомнила. Вот таких друзей-друзей надо иметь. Друзей-друзей. Ну, вот так вот. И хухры-мухры. Спасибо. Давай. А, целоваться нельзя? Нельзя. Блин. Ну, мы потом... Да, мы потом все. На Сан-Хуане. 1 июля можно будет целоваться. Культуристы приедут. Что ты сказала? Ну, говорят, что туристы приедут. А если туристы приедут, то, значит, целоваться будет можно. Ну, все. 1 июня? Июля. Ля-ля-ля. Ля-ля-ля. Кстати, вы заметили, женщина шла без обуви. Я ее видела уже раза 3 или 4. Вот так она без обуви. Это, видимо, знаете, что? Здесь идут в молитв с какому-нибудь святому. Вот. И просят какое-нибудь чудо. Например, чаще всего о том, чтобы выздоровел кто-нибудь из родственников. Вот. И, ну, вместо как-то типа уплаты они вот обещают ходить разутыми, там, неделю или 2 или 40 дней. Фиг его знает. Сколько у каждого свое. А вот. И, видимо, этого женщина просила там у святого, у Бога, чтобы кто-то выздоровел в ее семье. и вот таким образом она типа отблагодарит. Вот. Потому что вот на страстную неделю я видела часто ходят ну, вслед за процессом, процессьоном, как-то можно назвать-то, без обуви многие. И вот эта женщина, потому что нормально одета. Я ее в прошлый раз видела с кем-то нашла, то ли с дочкой, то ли еще с кем, разговаривала там о чем-то. А эта шла одна, по телефону болтала и я решила ее заснять. Вот так вот. Сегодня так устала. 14 километров находили. Пошла я в душ. Включилась только ради того, чтобы с вами попрощаться. Встретимся с вами завтра. Все самое лучшее. Всем пока-пока.